Одной волне с городом. Радио. Болтком. Добро пожаловаться! Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа Добро пожаловаться. С нами на прямой связи Сергей Сидорко, председатель Центра консультаций собственников квартир и Дома управления БАКа-2. И телефоны в нашей студии 67212-9399, 67213-9399. Вы можете смело звонить. В прошлый раз у нас были проблемы. Поскольку мы ввели программу по телефону, не могли принимать ваши звонки, а сейчас с этим все в порядке. И вот мы напоминаем, что также можно писать нам на WhatsApp 2306191, 2306191, и мы тоже сможем отвечать на ваши вопросы, присланные в письменном виде. И вот, кстати, мы в прошлый раз не успели ответить на вопросы, которые посыпались как раз к концу нашего эфира. Спрашивали, ну вот подскажите, как можно воздействовать на управляющую домовую компанию, если в течение более месяца она не устраняет течь канализационных вод с потолка в подвале дома. Писали об этой проблеме им и по телефону, и писали на электронную почту, как можно пожаловаться на эту компанию. Ну, доброе утро, но я не могу здесь ничего толкового сказать. Нет такого органа, который разбирал бы споры. Его не существует в Латвии. Поэтому единственный способ, как воздействовать, либо обращаться напрямую к акционерам, собственникам компании. Если это не дает результата, ну тогда просто уходить от компании. Ничего другого я вам предложить не буду. Нет, два минута. Звонок у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я живу на улице Лубана, 129, 44. Это дома, которые принадлежат Риге, строительство Бумы, муниципальные. Вот, у нас там довольно-таки крупная парковка, и у нас большая площадка для мусорников. И разные различные бусы, просто легковушки приезжают, скидывают крупногабаритный мусор. И я пару раз бегал, ловил, заставлял обратно их, закидывают. Но это происходит регулярно. Просто не знаю, куда обращаться и что с этим делать. Просто мы за это платим. И на прошлом деле привезли 11 унитазов. И с одной машины выгрузили. Я был на карантине, не мог выйти из дома. И просто оставили, уехали. А кто у нас в муниципальных домах, меняют сразу 11 унитазов. Вот такая сложная ситуация. Просто считают, а нам приходят за этот мусор. Вот, так же спасибо. Спасибо. Единственное, что могу сказать, во-первых, это унитазы, это не крупногабаритный, это уже строительный мусор. Это вообще карается административным правом. Если вы не советуете, вы хотите вступать в споры с этими господами, потому что, ну, любой спор, он может быть непредсказуемым. На самом деле, насколько я наслышан, есть возможность сделать фотофиксацию, чтобы четко было видно, с какого транспортного средства выгружается этот мусор. И сразу же разместить это на сайте муниципальной полиции. Там обычно реакция наступает очень быстро. Дело в том, что если человек идет и выбрасывает мусор просто человек, то его трудно потом идентифицировать. А если с автомобиля производится разгрузка, то это легко находится. И фотофиксация тут же. И, по крайней мере, если нет, то пытайтесь звонить в муниципальную полицию с тем, чтобы их вызывать. Потому что, вообще-то говоря, площадки для мусора не предназначены для строительного мусора. Там крупногабарит. То есть, допустим, диван, это мебель, фактически это мебель и все. Вот это крупногабаритом считается. Все остальное – это строительный мусор. Его нельзя там расставлять. Каждый собственник должен вывозить. А вот по поводу видео или фотофиксация должна быть? То есть, что получится. Главное, чтобы было видно, если будет видеофиксация, вообще прекрасно. Как человек выносит из машины, номер машины должен быть виден. И все. И факт того, что выносят с мусора. А там дальше они будут разбираться, кто это, откуда, при чем здесь. Конечно, вы можете также запросить из своего дома управления. Может быть, это ваши службы, таким образом, где-то концентрируют мусор и потом вывозят. Но, в принципе, путь только один. Фиксация и муниципальная полиция. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Отвечаем на ваши вопросы. Отвечает Сергей Сидорко, представитель управления Центра консультации собственников квартир и кооператива БАКа-2. Номер WhatsApp-а 2-3-0-6-1-9-1. Пишите, задавайте ваши вопросы. Спрашивают, написали, напомните, куда обращаться по поводу течи крыши. В домоуправление куда еще? В свою обслуживающую организацию. По правилам Кабинета министров течь крыши является таким дефектом, который должен быть устранен незамедлительно. Никакого большого ремонта там не предусматривается, но прийти и конкретную точку заделать, да? Это должны сделать немедленно, без всяких согласований по факту. Появилась течь, как только позволяет погодные условия моментально ее остановить. Вот и все. Не надо ничего выдумывать. Обращайтесь в свою организацию, требуйте, чтобы они обслуживали ваш дом соответственно истребованными нормативами. Спрашивают, кто владельцы мусорных фирм. Ну, насколько я слышал из ваших передач, одна из фирм точно принадлежит литовцам, литовским компаниям. Остальные не знаю, но я хочу сказать так, какая нам разница, кто владелец. Эти владельцы организуют свой бизнес в соответствии с правилами ВИЧской думы и другими регулирующими документами, которые существуют в сфере обслуживания бытовых отходов. Поэтому здесь нужно больше интересоваться, кто и какие нормативы принимает, и какие правила по обслуживанию отходов устанавливает. Кто владелец. Поменяют правила, эти владельцы поменяют условия. Так что здесь причина не в самой фирме и не в их владельце. Я думаю, что в тех институциях, которые принимают, удобные или неудобные для нас вещи. Вот еще один вопрос. Здравствуйте, у нас несколько разных контейнеров для разного мусора. Я тщательно дома все сортирую, что не очень удобно. Но я понимаю, что просто человек тратит на это время, силы. Однако в счетах появилась графа сортировка мусора. Деньги небольшие, но у меня возникает вопрос. Почему мне нужно еще платить за то, что я так и сама рассортировала? Мне трудно это прокомментировать. Что-то такая удивительная позиция. Если мусор сортирован, и все соблюдают условия сортировки, помещают в соответствующий контейнер соответствующий мусор, то вывоз его осуществляется бесплатно. Что там платить? Может быть, там другая была, если это разовый счет. Бывает так, что есть люди, которые не смотрят, куда они что кидают. Если контейнер, допустим, для бумаги, картона и упаковки попал, допустим, в обычный бытовой, а хуже того, строительный мусор, за вывоз этого контейнера, то в этом случае берут плату, как за обычную. Можно таким образом пытаются обратить внимание, что неправильно сортируете мусор, но на самом деле они не понимают, что это за статья. Она не должна быть. Ну, то есть, можно обратиться в домоуправление? Можно в первую очередь обращаться к тому, кто выставил счет. Он должен разъяснить, что это так. В чем причина такого? Потому что на самом деле есть только одно общее правило. Мы являемся, домоуправление является транзитной организацией по обработке счетов. То есть, нам пришел счет за вывезенный мусор, мы должны его в том числе в соответствии с той величиной, которая выставлена в счете, распределить между населением. Сверху нет никаких оснований. Ничего выставлять не должно быть. Это так называемая функция кассирования. За то, что ты ее выполняешь, ты получаешь плату за обслуживание. И твои услуги все, которые связаны именно с тем, что ты администрируешь договор, распределяешь счет поставщика между собственниками, не кассируешь деньги, перечисляешь и так далее. Все эти услуги уже оплачены через позицию породочной. Так что не вижу особых оснований поставлять по счету. Пишите нам на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. У нас единственное, я смотрю, что предупреждают, что телефон почти разряжен. Просто, может быть, в связи с этим не приходят к нам ваши вопросы. Сейчас мы эту проблему решим и ликвидируем. Но есть номер телефона, вы можете дозвонить в прямой эфир. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. По этим двум линиям можно задавать вопросы. У меня вот вопрос, связанный с спорной такой ситуацией. Если в доме, скажем, умирает собственник квартиры, без наследников, квартира переходит в собственность государственную, пока вот происходит продажа этой квартиры, затем вступает в права новый собственник, она все равно, ну, копятся счета, то есть счета за отопление, за какие-то, я не знаю, еще другие услуги. Вот с этими счетами накопившийся долг, кто должен оплачивать? Ну, просто жильцы дома возмущаются по поводу того, что вот этот долг завис на доме, хотя они к этой квартире не имеют совершенно никакого отношения. Ну, давайте говорить так, такие случаи есть. И первое, что должен сделать управляющий, в принципе, мы это делаем постоянно, если на доме, на квартире появляется долг, мы проверяем вообще наличие собственника. То есть бывает, какая ситуация случается, когда умирает собственник, или наследники не платят, или наследников нет и не платится за квартиру. Поэтому одна из таких нормальных процедур, это проверить через публичные, доступные всем ресурсы, проверить, жив человек или нет. Если его нет, то, чтобы не затягивать процесс, мы должны сразу же, или мы сразу делаем, мы разбуждаем дело о наследстве. То есть подаем заявление нотарию, что с просьбой возбудить дело о наследстве, если оно не возбуждено. Дальше вся деятельность домоуправления сводится к тому, чтобы эту ситуацию как можно быстрее разрешивать. Чем дольше затягивается и откладывается в любые из этих шагов, тем больше долг. Если уже так случилось, то государство, когда квартира признается выморочной, то в этом случае государство забирает квартиру, свою собственность, но при этом никакие долги не переходят. То есть государство считает, что оно устанавливает дело производства, над имуществом, над которым нет, и не несет обязательств по предыдущим долгам. Но согласно правилам, вернее, закону об управлении жилым фондом, у управляющей компании есть возможность списать часть долгов. То есть пропорционально «Вига Силтумс» и «Вига Судэнс» должны, в данном случае поставщик тепла, воды и мусора, должны свою часть до накопившегося долга. Но в том случае, если человек умер и квартира ушла к государству, то они должны свою часть долга списать. Остальное остается за домом. У нас звонок есть. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Господин Сидорко, скажите, пожалуйста, вот пару недель назад я звонила тут про нашу яблоню, скажите, вот разрешение строя управы нужно, скажем, чтобы спилить любое дерево, поскольку эту яблоню рабочей, обслуживающей компании по ошибке спилил. Что первое увидел, совсем там было ему задание другое, а он, который первое увидел, вот взял и спилил. И что вот в такой ситуации? Во-первых, нужно ли разрешение? Ну, яблоня – это как бы не просто какое-то дерево. И что сейчас делать, раз вот без всякого разрешения? Ну, взял и спилил. Вот и все. Спасибо. Ну, во-первых, если уже спилил, то, наверное, либо простить, либо как-то наказать. Что уж теперь сделаешь? Яблоня спилили и спилили. Насколько фруктовые деревья должны согласовываться, я сейчас не отвечу. Мы же к следующей программе готовлюсь. Потому что, в принципе, мы, за исключением кустарников, мы подаем обычно на любое дерево, но в данном случае насчет фруктовых деревьев я не в курсе. Надо будет посмотреть нормативы, тогда пробуем ответить. Спасибо большое. Телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9. Пока, наверное, лучше всего звонить, потому что вот пока мы не принимаем вот по какой-то причине технической вот у нас с смс-ками, но надеемся, что все, что вы написали, должно сохраниться. Просто сейчас небольшая техническая проблема. Да, ну и получается странная, парадоксальная ситуация, возвращаясь к прошлой проблеме, что вроде бы государство забирает квартиру, но при этом не берет на себя долги. То есть какая-то однобокая ситуация. То есть нужно обращаться... В данном случае, Олег, я перебил вас, в данном случае это особый случай. То есть если принимают наследники, то наследники принимают вместе с долгами и берут на себя обязательства. Государство не принимает наследство, оно устанавливает дело производства. Это особый случай, потому что если государство не заберет... Обычно же там происходит, насколько мне известно, как правило, эта квартира государством принимается и тут же передается в муниципалитет. Но это обычный стандартный ход. Может быть, там особо ценные квартиры продаются с аукционом, но, как правило, государство этим тоже не занимается. Просто квартира изымается и передается местным властям. Но таков порядок. Понятно. Таков порядок. То есть в отношении государства другого порядка. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Сорвался у нас звонок. Человек дозванивался, вдруг бросил. Перезвоните, пожалуйста. Это все... Линия свободна, мы готовы с вами пообщаться. Сергей Сидорко, председатель Центра консультации собственников квартир и Дома управления БАКа-2, отвечает на ваши вопросы, связанные с коммунальными проблемами, с коммунальными всевозможными вопросами, которые ближе, наверное, к зиме тоже обостряются, поскольку вот как, в принципе, подготовились, по вашему мнению, наши коммунальные службы к зимним условиям. И, конечно, вот ожидание какое-то такое тревожное выросших счетов за все услуги, оно немножко напрягает. Да, ну вот сейчас мы прием сначала звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я сейчас... У меня такой вопрос. Я живу на хуторе Саукрастос. И там есть лавка территория. И сосед, который живет рядом, он выбил свой мусор, там пет пуделос, потом чипсы, упаковка чипсов. Все это он ведет на свой, который на меня соседцам, пяву, лужайку. И там курина. Ну, сжигает все это. И потом, после этого, во-первых, дым страшный. Я там вывешиваю свое белье. И поняла, что в этот день, когда он это делает, я не могу вывешивать белье. Но у меня сад с яблонями. Это дым идет туда. Во-первых. А во-вторых, это вообще, ну, лес. Потом остается от этого всего то, что не сжигается там. Ну, у него работник, которому он приказывает это делать, просто стоит. И иногда не доследует до конца. Остается остатки. Там, ну, полицейновая пленка и все такое. Это все вот. Потом я одно павусарь собирала. Но это не вариант. Это, во-первых, нельзя это сжигать. А во-вторых, нельзя это то, что оставляется некрасиво и для живой природы опасно. Но у меня хорошие отношения с соседями. Что делать? Стучать на них? Ну, это не мое. Говорить с ним. Я уже говорила. Это не, ну, по-хорошему. Это вот так. Вот что вы советовали делать? Стучать? Или нет? Я бы не сказал, что это называется стучать. Стучать – это, наверное, подглядело что-то. Значит, я не знаю правил Салковского самоуправления по поводу обслуживания отходов. В Риге и в Рижском районе правила едины. Во-первых, запрещено сжигать мусор. Это запрещается. Второе, у каждого домовладения должно иметь договор по обслуживанию мусора. Это в Риге и в Рижском районе. То есть, если вы индивидуальный дом, то у вас должен быть договор, наверное, скорее всего, это Салковский полкомунолсальнице, который должно вывозить мусор. Почему у вас так сосед поступает? Ну, мне трудно сказать, но, в принципе, это административное правонарушение. Если вы можете не стучать, вы можете людям сказать просто, если вы не прекратите сжечь, то я сообщу в муниципальную полицию. Открыто. Потому что надзор производит муниципальная полиция. Они приедут именно, нужно сообщить в тот момент, когда происходит сжигание мусора, и они приедут и разберутся. Но на всякий случай, я советую сначала поинтересоваться, в какой порядок установлен в Пашмол. Это первое. Второе, кому принадлежит это пляво. Ему принадлежит. Раньше мне принадлежало, но мы продали, и теперь ему принадлежит пляво. Или есть то, что рядом ему? Ну, значит, он как собственник этого участка отвечает за то, что на нем творится. То есть, если он попытается сделать вид, что я здесь ни при чем, это там, допустим, Янис пришел и сжет. Ну, такой вариант не прокатит, потому что он собственник этой земли. Ну, называть это стучать, я не знаю. Ну, у вас есть два варианта. Либо вы будете молча терпеть ради отношений, либо попытаетесь их привести в порядок, потому что за вывоз мусора надо платить, сортированный вообще бесплатно. Зачем сжигать петь бутылки, когда их бесплатно вывозят? Не, это не понять. Оставилось, что у них нет места для маленького контейнера одного-второго. Ну, в том-то и дело, что у него есть контейнеры. И даже, ну, все там, у меня сервитутный Лейгомс, я езжу, я вижу, что на его участке есть контейнеры. Но, наверное... Ну, так зачем он жжет? Может, человек просто не в курсе, что нельзя? Ну, вот я говорила с ним, он как бы там очутился, но он тоже за живую природу. Я говорила, что там, где канава, это полиэтиленовая пеленка, там тритоны живет, например, я сама биолог. И вот он сказал, спасибо, что я тот один раз собрала. Ну, я ждала, что вот хотя бы эти остатки соберет его работник или он сам. Но нет, там опять лужайка. И вот на канаве, где вода там, ну, зимой, правда, там нет живой природы, но будет весна. Ну, да, наверное, все так и стучать. Я, понимаете, стучать, ну, я бы не сказал. Это просто-напросто, на самом деле, это просто приведение в порядок взаимоотношений. Тем более, если вы его предупредите о том, что если его... Не предупредите, что все-таки, ну, я советую вам, вы же можете позвонить в Паш Волгогу, просто анонимно поинтересоваться, запрещено или нет в вашем самоуправлении жечь мусор. Это элементарный вопрос. Что можно делать, вот, допустим, с биологическими отходами, которые у вас образуются? И что можно делать там с этим мусором? Жечь... Я думаю, что жечь сейчас нигде нет. Да, я тоже так думаю. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам. Да. Я так понимаю, что это же касается города в особенности, то есть никакие там какие-то костры, там что-то, вот если даже остаются какие-то, не знаю, там ветки или что-нибудь еще. Это запрещено. Более того, насколько я понимаю, готовятся изменения в правила, и вообще сейчас мы листья собираем в мешки и сдаем их там. Ну, есть люди, которые заинтересованы в христианских хозяйствах, в этих листьях, потому что они разводят там гумусы, червей и так далее. Но у нас что-то вообще готовится так, что в Риге можно сдавать биологические отходы, в том числе и листья, только исключительно в мусоровывозящих компаниях. То есть там готовится очередное такое, я бы сказал, удорожание услуги, навязывать услуги. То есть получается опять монополия, да, этих мусоров? Ну, видите, монополия, причем она непонятно почему, если у меня покупают биологические отходы крестьянское хозяйство для того, чтобы где-то производить компост, почему я не могу это сделать. Он не покупает, он просто, ну, он мне бесплатно вывозит, приезжает, забирает и бесплатно вывозит. И там уже вот себя на хозяйстве утилизировать. Нет, нужно сдавать только эти. Эти ребята будут брать за воздух опять деньги. Потому что листья ничего не весят, а ты их не спрессуешь. Да, конечно. А это вступает в силу, когда новое введение? Ну, это проект, я не знаю никогда, когда они его примут. То есть, пока это все еще проект, но весьма, весьма есть большая вероятность. Ну, у нас, понимаете, у нас зеленые какие-то движения очень такие странные, чтобы введить больше, чем введение. А относительно готовности к зиме, ну, вот я не знаю, я могу сказать одно, мы достаточно уверенно видим, что с Вегасилтумсом все в порядке, мы получали всегда, и за мою длительную работу в этой отрасли ни разу не было каких-то сбоев с точки зрения Вегасилтумса. С Вегасилтумс немножко сложнее, но тоже проходит более-менее нормально. Так что, если говорить о коммунальных службах, то они готовы. Вопрос другой, насколько готовы дома? Я сейчас получил вот счет за октябрь, какой получился счет за октябрь и за отопление, он, конечно, значительно выше, если сравнивать с предыдущим периодом, но я хочу обратить внимание, что разница в стоимости отопления между обычным домом пятиэтажным и реновированным пятиэтажным вдвое четко. Средний счет за отопление в обычном пятиэтажке Литовка будет, у нас, по крайней мере, он выражается 55 центов с квадратного метра, что для октября достаточно высоко, а реновированный 25. Вот я и хочу сказать, вот там мне часто на передачу звонили и говорили, что как вы не реновируете, все равно вам будут повышать цены. Ну, повысили цены. То есть, если в прошлом году реновированные дома за октябрь в более теплых условиях платили где-то, ну, 15, 11 центов, но сейчас они заплатили 25. А те, кто не реновировал, ну, сейчас заплатили 50. А это уже, скажем, прилично, потому что 50 центов с 50 квадратных метров, вы считаете, 25 евро, заплатить 12, 25 евро. И это в теплый месяц еще. Так что я еще раз обращаю внимание собственников квартир на то, что реновация это не пустой звук и не страшилка. Никто вам ее не должен обеспечивать, вы должны сами ее произвести. А пока нет ли информации о планах все-таки все финансирования? Есть план, что будет открыт, но такой конкретной информации я не скажу. Тем более там отягощается все тем, что есть люди, которые сейчас рискуют, насколько я знаю, заказывают всю проектную документацию с расчетом, что только финансирование откроется, они сразу эти деньги выдают. Так что я думаю, даже, скорее всего, как бы не оказалось поздно, или может быть государство увеличит объем финансирования. То есть все деньги могут быть сразу разобраны? Ну, я знаю, что я обращался, допустим, по своим делам к проектировщикам, они говорят, что они загружены, они вперед. Сейчас и проблемы на эти архитекты. То есть уже дома заранее составляют всю проектную документацию? и как только откроется линия, ну, в данном случае уже рассчитывают на то, что в случае чего они подкорректируют документацию. поэтому тут сложно очень говорить, кто успеет взять финансирование. Но это не освобождает нас от того, что это нужно делать. насчет возможных увеличения долгов, понятно, что рост счетов может привести к проблемам уже, что эти долги будут накапливаться. Есть ли какой-то, я не знаю, план Б, работы с этими должниками, и чтобы на следующий год дома не остались без подключения к теплу? Скажем, я не знаю, может ли быть план здесь Б, когда есть план А. Если ты работаешь, скажем, систематично и четко по обычному плану, то должники не должны предоставлять большой проблемой. Они не должны предоставлять большой проблемой не только потому, что мы своевременно работаем, но и потому, что по-нушнему законодательству определенная часть от стоимости квартиры является уже определенной ипотекой. Я сейчас не помню цифр, но, по-моему, до 5% стоимости реализации квартиры должно отдаваться на поглощение долг. То есть задача домоуправления в этих условиях достаточно жестко, очень быстро реагирует на возникновение долга, ну и, к сожалению, передавать документы своевременно с судебным исполнителем нешивилизации, если мы не хотим оказаться и хотим защитить тех, кто способен платить. Так что то, о чем вы говорите, о плане Б, он, возможно, потребуется только в том случае, если будет массовый неплатеж. То есть, ну, скажем так, очень серьезный неплатеж, в этом случае план Б, но это должно будет думать уже государство, если будет, скажем, процентов 50 населения не будет платить, или там 30%, то это будет, конечно, достойно, потому что это ничем не перекрыть. Ну да, то есть... но это уже не компетенции и невозможности домоуправления, это уже вопрос государства. Каким образом выходить из этого положения. Пока я так не ощущаю, но это все непредсказуемо. Мы находимся в такой ситуации, когда все непредсказуемо, что будет завтра. Надеемся на хорошее, но... Ну, опять-таки, здесь ведь включается огромное количество каких-то таких факторов, действительно, которые предсказать было невозможно. Ситуация и с ковидом, она привела к тому, что бизнес сейчас испытывает очень большие проблемы, и многих могут ждать сокращения. Это и люди могут потерять работу из-за того, что они, скажем, не делают, не вакцинируются, и в результате этого не смогут соответствовать. То есть масса... Видите, я скажу так, если говорить так, я пока не ощущаю по платежной дисциплине, но сегодняшний день я не вижу проблемы. То есть население каким-то образом приспособилось, и, по всей видимости, наученное горьким опытом предыдущих кризисов, оно более внимательно относится к воплати, скажем так. С одной стороны, если вы говорите о тех-то антиваксерах, которые там потеряют работу, ну, у человека есть свободный выбор. Потерял работу, потерял квартиру, ты же знаешь, за что ты борешься. Я здесь отношусь к этому очень так скептически, потому что ну, за что они борются? Они борются против статистики, ну, за какие-то свои идеи, но за идеи надо страдать, что делать. Подстаивай. Но на самом деле мне, я скажу так, в данном случае, пускай радиослушатели не воспримут меня как циника такого, безжалостного, я администратор, я обязан защитить тех, кто платит. У меня другой задачи нет. К сожалению, я не могу поставить сейчас приоритет любовь к человечеству, и поэтому разрешите не платить или каким-то образом ослабить свое давление на тех, кто не платит. Потому что пострадает, обычно платят 90-95%, точно платят в свое время. Опять пытаться предоставить какие-то привилегии 5%, извините. Ну да, я просто к тому, что эти действительно 5%, они могут все-таки в результате этой ситуации вырасти до 30%, и в этом случае вот эта ситуация может выйти из-под контроля. Вот как раз таки совпадение факторов, если будет холодная зима, высокие счета, плюс к этому достаточно большое все-таки мы видим количество людей, которые принципиально отказываются вакцинироваться, идут на то, чтобы уходят с работы и пытаются, во всяком случае сейчас на 3 месяца они остаются без оплаты, отстраняются от работы, то есть пока мы не говорим о массовых увольнениях, но тем не менее это практически одно и то же, то есть какой-то эфемизм увольнения. Ну, эти же люди понимают, что они? Видимо, или у них есть финансовые средства для того, чтобы не работать, либо они понимают, что после этого им... Потому что мы в суд подаем на человека в прошедшие трех месяцев. Вот, кстати, я хотел, Три месяца и дело в суде, и дальше... А суд решает в течение месяца. Что тут не забалуешь. То есть механизм такой, то есть три месяца просрочки, дело передается в суд, и дальше что может успеть сделать человек, если дело оказалось... Заплатить. все, что он может, это заплатить. А если он не в состоянии заплатить всю сумму, но он готов, вот, ну, не знаю, составить график погашения долга, каким-то образом начинать платить, то есть это играет для него роль? Ну, это играет роль, но я могу сразу сказать по своей практике, что из, скажем, десяти тех, кто заключает такие соглашения, восемь не собираются платить. они просто как вот лекарства подписали соглашение, ну, я отсрочил, Ну, а потом, как правило, это очень редко, кто придерживается график, и кто вообще платит. поэтому, опять-таки, я говорю, здесь мне очень трудно судить, потому что, с одной стороны, судьба людей, судьба семьи, детей, а с другой стороны, судьба тех, кто платит, и вот здесь ты постоянно в балансе, тут приходится действовать как администратор, жестко по стандарту. В конце концов, если ты должен, и ты можешь заплатить, ну, почему я должен с тобой договариваться, если судебное решение, договаривайся с судебным исполнителем, убеждая его. но мы, как кооператив, на этот долг уже наложили ипотеку и защищены от того, чтобы эта квартира в итоге неплатежеспособности или там еще что-то ушла, и люди остались без оплаты. Какие-то финансовые визеры у нас есть, но если вы говорите о массовых неплатежах, то, скорее всего, должны будут быть какие-то специальные кредитные. Мне даже трудно представить и страшно об этом говорить. Ну что же, у нас на самом деле время завершилось. Программа «Добро пожаловаться». Я напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечал председатель правления Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко. Спасибо большое. До следующего понедельника. Хорошего дня. Всего доброго.